Добрый день, уважаемые коллеги и президиум. Благодарю вас за возможность подробно познакомить вас с работой среднего медицинского персонала рентгенодиагностического отделения. Онкоцентр Блохина – одна из самых крупных онкологических клиник в мире, имеющая в своем арсенале новейшее оборудование и все передовые методики диагностики. Центр имеет богатую и давнюю историю с момента основания в 1951 году. Самое современное диагностическое оборудование на тот момент было представлено немецкими аналоговыми рентгеновскими аппаратами. Рентгенодиагностическое отделение входит в структуру НИИ клинической экспериментальной радиологии. Компьютерные пошаговые томографы появляются в онкоцентре в 1982 году. С появлением высокотехнологичного оборудования специальность лаборанта требует приобретения и развития новых навыков и знаний. Новым этапом становится применение контрастных препаратов. В 1999 году рентгеновское отделение полностью переоборудовано и переведено в цифровой формат, и на смену пошаговым томографам приходит спиральная мультисрезовая компьютерная томография. В 1998 году был смонтирован первый однотесловый МР-томограф. В июле 2013 было открыто отделение ПЭД, в котором проводятся исследования с помощью радиофармпрепаратов. В последние годы увеличилась скорость сканирования, число исследуемых слоев, улучшилось качество изображений, появились новые контрастные препараты, что требует постоянного совершенствования навыков умения лаборантского дела. Как мы видим, современная диагностика – это кристалл с множеством граней. Каждое исследование выполняет свои задачи, но также имеет свои ограничения метода, в совокупности же которых наши специалисты выполняют самые разноплановые и высокотехнологичные задачи диагностики. Разделение на диагностические группы позволяет выполнить узкоспециализированные задачи – обработку и анализ информации для ведения и автоматизации процессов научной работы всего центра. Выполнять диагностические исследования в соответствии с мировыми стандартами невозможно без современного оборудования. Томографы, рентгеновские аппараты экспертного класса, рабочие станции с наличием большого спектра современных программ обработки изображений и актуальной системой маршрутизации и архивации, возможность сохранить полную историю полученных данных позволяет осуществить динамический контроль. Современная работа лаборанта направлена на повышение качества медицинских услуг с применением бережливого производства. Созданием этой модели в работе рентген-лаборанта включает в себя административные навыки, знания по охране труда, большой объем знаний психологии, неотложной помощи, техники безопасности. Лаборант должен уметь вести современную учетно-отчетную документацию. Это важная задача по осуществлению эффективной и действующей системы электронного документа оборота. Для нас наступило время новых возможностей. Я подробно хочу остановиться на том, что лаборанты и медицинские сестры постоянно повышают свою квалификацию. На базе нашего центра активно развивается уникальный образовательный федеральный проект «Школа сестринского дела. Время новых возможностей». Соответствуя стандартам современного непрерывного образования, особенно важно подчеркивать статус среднего медицинского персонала онкологической клиники. Совершенствовать и отрабатывать свои теоретические и практические знания в передовом образовательном симуляционном центре. Программа «Школы» включает в себя более 60 тем по различным направлениям менеджмент, право, уход за больными, психология, нутритивная поддержка. Включены мастер-классы, тестирование, домашние задания, модули по подготовке спикеров для участия в региональных врачебных школах сестринской секции. Мы совершенствуем свои профессиональные умения совместно с международными сестринскими организациями, специалистами крупнейших профильных международных организаций. Как уже сказала Вилия Владимировна, мы всегда рады вас пригласить и видеть на наших лекциях и школах. Стремительное внедрение современной медицинской техники с использованием новых методов обработки визуализации изображений при введении контрастных веществ требует высокой квалификации среднего медицинского персонала. Сегодня контрастирование довольно широко применяется при диагностике, после операционном мониторинге самых разнообразных заболеваний, позволяя успешно поставить правильный диагноз, спланировать тактику лечения, своевременно выявить осложнения. Лаборант под контролем врача-рентгенолога и анестезиолога осуществляет введение контрастного вещества. На контраст могут возникнуть аллергоподобные реакции. В этой роли рентгенолаборант должен обладать всеми навыками и знаниями медицинской сестры, быть знакомым с осложнениями, которые могут возникнуть в процессе исследования, уметь оказывать неотложную помощь. При проведении высокотехнологичных исследований с введением контрастных препаратов, слаженная работа всех структурных единиц центра является залогом качества, оказывая медицинской помощи. Персонал всего отделения должен быть готов к оказанию экстренной помощи пациенту при возникновении неблагоприятной реакции. Лаборант должен владеть техникой, на которой он работает, понимать и правильно подобрать технические условия каждому пациенту, поскольку от этого зависит, какую дозу ионизирующего излучения получит пациент, обеспечить радиационную безопасность пациента, себя, врача. Для этого мы используем индивидуальные дозиметры, средства индивидуальной защиты, общее правило обеспечения радиационной безопасности на рабочем месте, чтобы никто не подумал, что мы просто фотографы. Основной задачей лаборанта является само проведение исследования. Предварительная подготовка пациента к исследованию занимает не последнее место. Также лаборант должен знать и применить правильную, отвечающую клинической задачи укладку больного. Исследования начинают с типичных проекций. Нередко стандартных снимков может оказаться недостаточно. Выбор атипичной проекции исследований относится, конечно, к компетенции врача-рентгенолога. Однако лаборант должен предельно чётко ориентироваться в анатомии и придать правильное положение больному. Оказание психологической и моральной поддержки – важная часть работы лаборанта. Например, МР-исследование длительное и проходит в условиях ограниченного пространства. Это может пугать пациента. При маммографическом исследовании во время компрессии молочной железы женщины часто испытывают боль, страх и дискомфорт. При обследовании послеоперационных пациентов лаборант должен знать принципы транспортировки тяжелобольных. В некоторых случаях необходимо выполнить снимки в щадящем режиме, не перекладывая и не переворачивая пациента. Для этого мы используем мобильные рентгеновские аппараты, специальные каталки, носилки, позволяющие осуществить съёмку, приспосабливая аппаратуру к вынужденному положению больного. Это особенно важно в условиях онкологического центра. В таких случаях лаборант должен уметь быстро анализировать состояние пациента и вовремя информировать врача, уметь оценить состояние пациента до и после исследования. Особое внимание я хотела бы уделить психологическому консультированию и моральной поддержке пациента. Исследование для пациента – это серьёзный стресс-фактор, поэтому есть золотое правило в рентгене. Чем лучше подготовишь пациента, тем спокойнее пройдёт исследование. Лаборант уделяет особое внимание знакомству пациента с исследованием, ответом на вопросы и поиску решения проблем, связанным с фобиями. Например, в аппарате МРТ для этого имеется сигнальная груша, зеркала, микрофон оператора. Пациент всегда уверен, что он находится под контролем медицинского работника. Давайте подведём итог. Мы видим, что работа рентгенолаборантов разнообразна. Они не только являются помощниками врачей, также играют важную роль в обеспечении высокого качества рентгенологического изображения, психологического комфорта процедуры исследования. Грамотный и опытный лаборант является не только правой рукой врача-диагноста, но и равноправным самостоятельным специалистам в своей области. Перед собой мы ставим задачу повысить информированность врачей и медицинских сестёр клиники о современных методах диагностики, сделать более доступной и понятной информацию по подготовке и проведению современных рентген-диагностических и МР-исследований, ведь именно клиницист, назначая исследования, является первым звеном подготовки пациента. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...